Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Номер 94. Вопросы. События дня. 14 марта 2016 года. Мы обычно начинаем дальше что-то читать, но меня попросили изменить порядок. Попросили, и я послушался. Дело в том, что надо на самом начале поставить тот, который ролик, а потом мы свое сделаем так. И вот один мне пишет, что где меня, ну что называется такое, мы считать не будем, уже вчера считали-то. Вот какая переписка у нас была с одним, с Аварбек Алмазов. Я посчитал в запитке слова его, Алмазов и прочее, что-то там есть в этом, видимо, он скрывает. А может, он не такой есть. И дальше он говорит. А почему у вас дома, Игнатий Тихонович, дома, а почему у вас дома, Игнатий Тихонович, готовы? И причем земля вашей деревни? То есть он говорит, что 60 человек приедут, которые у них там с юга, люди, и хотят принять православие и прочее. Я ему отвечаю на это. А в вас одном и речи не было, а только 60 человек. Он вдруг все переменяет, и я приеду к вам, об одном речи не было, зачем вы приедете? Я говорю, вы приедете, кто у них там главный, начальник тейпа этого, тогда переговорим, увидят, все, подходит или нет. И вдруг он сразу меняет, я понял, обманщик. Которых мы готовы принять как христиан. В данном случае вы говорили неправду. А это у нас первое условие продолжения разговора. Двоеточие. Не лгать, не курить, не пить, не извернословить, не воровать. На этом нашу самопереписку полностью прекращаем. Храни вас Бог. То есть вижу, что обманывает какой человек, и вдруг мне говорят, присылают люди, которые, смотрите, что он делает. Вот его лицо, посмотрите внимательно, чтобы люди запомнили и помогли проверить, так это или не так. Это необходимо. Для него, для меня-то, это разницы никакой нет. Вот. Смотрите еще раз. Вот это. Три снимка его. Ну, их увеличить надо, я не знаю, как увеличить-то. Так можно увеличить-то? Да нормально видно, нормально. Ладно, да? Да. Вот смотрите. Что он делает сейчас? Вот считаем дальше. Справка. Саварбек Алмазов, настоящего имя этого человека. Караганда, 27 августа 1975 года рождения. Учился Караганда, Казахстан, восьмая школа. Казахстан, Караганда. Проверить, кто там живет близко где-то, что-то и как-то, потому что человек что-то волнуется. Дальше. Далее, этот человек просто будто съехал с катушек. Ну, слово «съехал с катушек» означает что? Ну, встал не в себе, я не знаю как. Ну, не знаешь как. Но муж и жена женятся, когда говорят, то три года еще как-то держатся. А потом он с работы приходит, я устал, да ладно, ты лежи там одна и то другое-то. А она подругам стала жаловаться, муж ему не интересуется, а ты, говорит, свечи зажги и то другое, так, чтобы его привлечь. Яблок наставь, цветов. То есть не он есть цветы, а она, чтобы ему. Ну, заблечь мужчину как-то приблизить-то. Он приехал, пришел с работы. А она, следующий, о, халат новый тебе, ты что-то с катушек, говорит, съехала. То есть нормально у нас все идет, что я сплю отдельно-то. Вот с катушек съехал, так понимает. И что он дальше? Он сделал и продолжает делать десятки, а то и сотни порнографических картинок с Игнатием Тихоновичем и Надеждой Васильевной Лапкиными. Понятно. То есть делать это надо в голову как-то отрезать, приделать. Я не видел, не знаю, то другое. Но говорят, ему это надо. Я спрошу, если он из такой местности, и он не русский, а что ты на Мухаммада, на Магомеда-то не сделаешь порнографическую-то? Там больше, вон там Айша шестилетний, там пересчисляет сколько жен. У меня этого ничего не было. Вообще у меня не было ничего. За мной нет ничего по этой отрасли. То есть, ну а раз ложное, то это легко переносится. Ну, нарисуем Мухаммада, который, главное, является фигурой, или, как сказать, после Аллаха, у мусульман. Ты что не рисуешь-то? Значит, что-то ты знаешь, меру-то какую-то знаешь. Ну, были, которые рисовали, где они? Редакция во Франции. Всех пришли, расстреляли до одного человека, никого нигде нету. Значит, дальше. Он подставляет эти фото везде, где только может. Где только может. Поэтому просим показать крупные его фотографии в нескольких выпусках, желательно вначале. Вначале, вот я и сделал. Пусть знает его в лицо. Пусть помолится его в разумлении. Его настоящая фамилия, имя, отчество Савербек Алмазов. Ему 40 лет. Но чувствует себя он похож на 12 лет. Ну, то есть, съехал с катушек, на 12 лет скатился. 40. То есть, 28 лет у него отмахнуло назад. Еще раз посмотрите. Если можно что-то сделать. Нет, значит, нет. Разговоров никакого нету. Но я несколько выпусков покажу на это. Вот. Мы сейчас свое возвращаемся. Просчитайте, о чем у нас измена труса все обман. Это везде, везде, везде. С чем ушел царь Николай II. И дальше вопросы мне передают в одноклассниках, в контактах. Я там не бываю. Приходите сразу на форум. Куда на форум администратор, модератор перекидывает. А я назад даю. Не всегда имеют возможность. Тем более, сейчас время совсем нет. Поэтому вот это вот утренние вопросы я уменьшил до минимума. Два-три вопроса и больше нет. Просто нет времени. Нету. И вот посчитайте, что тут написано. Сейчас мы это дело увидим. Интересные сегодня факты тут будут еще. Вот посчитайте и помогите. И вот на нашем сайте, вот на сайте «Восвятий Библии», вот он как выглядит. Там много аудио и материалов. Все перевести вот в эти, ну как называют, ресурсы или как их назвать. И вот идут у нас занятия. И сразу тут еще одно событие. В эту, вот по воскресенье прошедшее, мы здесь дома у нас в храме прошло. Чин. Я выяснил, как идет чин. Все открыто у нас совершенно. Я не знаю, где еще есть такое или нет, что все абсолютно открывали. Видно. Придет время, будут исследовать, смотреть. Это община необычная. Такой порядок, строгость. И главное, это самое главное, непонятно, что к нам запрещено звать. Такого вообще нигде нету. Нету. А выходить, вот в любой день он вышел, зашел к дверью, говорится. Стукнул, говорится, сам себе по лбу и ушел. И вот вечером мы пошли в Алтайский край, Барнаул город. Там архиерей, митрополит Сергий Иванников. И священников там больше 30, наверное, было. Много-много было. И прощено воскресенье. Тушатся там все. Свету не видно, там чуть-чуть друг друга только друг друга видят. И когда все проходят, мы в конце уже подходим. И показано, как... Ну, подходит человек, он крест подал, следующий, следующий. Задержки нет. И я, когда подхожу, у него улыбка во все лицо. Он здоровается, приветствует меня, обнимает и трижды, как в пасхальный день, целует. Ну, ясное дело, что отношения, маленько, не те, что со всеми-то. Ну, кто из вас, которые ходили, чтобы митрополит, ты подходил и, в общем, ряду, и тебя митрополит бы вдруг начал целовать. Чего ради-то? А дальше он меня крест держит, дал крест поцеловать, крестом обнимает, и крест у него на... У меня на спине где-то оказывается аж. И еще спрашивать начинает. Ну, уже на люди идут, я пошел. А днем туда пошел отец Аким, в алтаре был, служили вместе, он все расспрашивал, а где Игнатий-то, будет здесь, не будет? Батюшка говорит, где-то должен здесь быть, а мы в правом пределе стояли. В правом пределе, тут трехпредельный, и внизу еще там, ну, где покойников откивает, передел Серафима Саровского. И вот, ну, как он там, что-то, батюшка говорит, а так ничего, как здорово. А на отец Аким-то сухощавый, тощий. Он что сказал, какие слова? Ну, какие он слова сказал-то? Ну, что таким же хочу быть. Ну, то есть, такой, чтобы лишнего веса не было. Да у него вроде бы, в сравнении с Антонием Томасевичем, Томасевичем-то, епископ был, ну, не такой он. Ну, то есть, расположение его, прощенный день, ничего у нас не было. Ну, просто принято говорить, простите, простите, и мы ко всем идем. И вчера тут, я выставлял Герман Стерлигов, что говорит-то, прощаются, а ни в чем не говорят. А в чем прощать-то, ты конкретно скажи. Ну, что так? Прости, Христа, а ты как сарабрятся. Ну, ты прости так, чтобы, понятно, за что просишь прощения? Я тебя первый раз вижу, в интернете знать не знаю, заходят, когда, простите, простите. Ну, как я прощать буду, когда ничего не должен-то? Ну, то есть, это не то. И вот этот мой ролик уже начинают обыгрывать в первый день. Берут его к себе, перетаскивают, делают другое название, и дальше начинаются отзывы. И этих людей, они со мной были, эти люди переписывались. Те, которые с первого дня начали ратовать о частном причащении. Вот сами убедитесь, что дает частное причащение, не готовность когда. Вот посмотрите, прощенный день, никого не судите, ежене осуждайте брата моего, только что приходили. Не я их ролики изберу. Вот я его открываю сейчас. Вот он мой ролик. Они его назвали как? Зов совести, прощенное воскресенье. Показывай ближе, вот, зов совести. И теперь отзывы какие идут? Первый кто? А что не назвали поцелуй Иуда ролик-то? А то поцелуй Иуда, надо должен ответить, ну, первый, я приветствуюсь не с Христом, а почему я Иуда? Предательство, я ничего не предавал. Значит, Иуда переводится славный. Если просто Иуда, ну, вообще, это прекрасное имя, колено Иудина, из колена Иудина Христос, апостол Иуда. Но смысл, вот он закладывает другой, что-то я предал. Чего предал? Дальше. Еще три отходят. Еще он добавляет. Тут еще есть вот. А? Вот еще комментарий есть. А, он, то есть, не успокоился. Вчера было одно, а сегодня еще. А где они? Вот эти вот, да? Ну, это слишком жестко, говорит. Хотя не лишено основания. Бог хочет всем грешникам спастись, а даже Игнатию. Даже, то есть, это уже все, даже Игнатию. То есть, это первый день. Он не был здесь. Увидел только, я еще бы выставлял ролик, он весь положительный. Ко всем просим прощения. Выходим, уходим. Я не произношу ни слова, нигде. Здесь, на улице Высшие. Там я показал, говорю, храму этому больше ста лет уже, я его знаю где-то. И вот посмотрите. То есть, покаяние людям этим Бог не может дать. Почему? А они не просят прощения. В этот день просят прощения, они чем занимаются? Выставляют фотографии, отрезают голову, разврат. Этих людей, которые заходили-то, они нападали за частное причащение. Дальше. Он пишет, еретику только озеро огненное. О! Духа хулит. Так, значит, ясное дело, я еретик, без всякого определения. А не он один, это прихожанин московской патриархии. Иначе, что бы он радовал-то? Это вот они другими не могут быть почему-то. Измена, трусость и обман. И далее. Духа хулит. Какого духа хулит? С маленькой буквы? С маленькой, да. Ну, с маленькой. То есть, сатану я и должен хулить. Кто убавит или прибавит, тому не проститься вовек. На что прибавит, убавит. Водки тебе не долили в стакан или папиросы. То есть, он не знает где. Но он знает, это прихожанин, мертвый патриархийный. Еще, может быть, это состоит в отделе цензуры или, как называют они это, миссионерский отдел. Это самые лютые там собираются. Проверено десятки раз. Как раньше было гестапо или спецкоманды в КГБ по уничтожению кого-то за рубежом. Это вот они примерно. И дальше. Серафим Саровский. К чему это? Если бы только было все так просто, то я согласен. С чем согласен? Что просто? Видите, я подхожу к архиерею. Сейчас я покажу этот фильм. И существует еще 19-е мытарство. Сразу в ад. То есть, это уже первое мытарство. Сразу 19-е это уже не пройти. Никак. Это не судит. Это уже не суд Божий. Это не гордыня, не прелесть. Это выше Бога. Бог еще не определяет. Уже все мытарство не проходить. А в это время, когда судят. Ну, вчера Андрея Критского, считай, молится. Он, конечно, не может молиться такой человек. Молитва с такой ненавистью. Положи сначала жертву, примирись. Он за эти слова будет мириться? Никак. Почему? А его священник накрыл. Все прощается. Иди на новые подвиги. Он его благословил. Это по благословению священников делается. По благословению архиереев. И главное, это миссионерские отделы. Я думаю, что один из миссионерских отделов из Кызыла. Или там из Топска. А я не знаю, откуда он. Не оправдаться перед Богом, еретикам. Вот так. А зачем это он отпишет под моим роликом-то? Ролик себе перетащили. И дальше? Так-то оно так. Но Писание говорит. Ибо суд без милости не оказавшему милость. И еще милость превозносится над судом. А это кто говорит? Ну, это автор ролика, канала этого. А, автор ролика-то. То есть, какой-то милости взывает. Что-то знает конкретно. Ничего нету. А еще ненависть клокочущая. Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разума. Делается безумным. Вот как Саварбек там этот. Кто это? Исидор Пелосиот. Святой. Еще следующий отвечает. Вот некий Николай Великжанин. С бородой. Может, его нет на самом деле. Да нет, не верю я в его покаяние. Он сейчас через ролик просит у всех прощения. А потом на следующий же день опять священство РПЦ МП хулит. Хулит. То есть, священство РПЦ. Да вы почитайте, что есть. И какое священство. То есть, если сказали, что этого нельзя делать. А Андрей Кураев хулит? Это голубое лобби. Или правду говорит? Златоуст когда заходит и говорит. Одни лошади. Вы принесли сюда кучу навоз словами своими в храм-то. Он хулит? Слово хулит, а понимает как? То есть, не одобряет. Не лижет одно место. Дальше. И поносит, по чем свет стоит. А на чем свет стоит? Поносит. Что именно поносит? Покажи. Что именно поносит? Не крестят? Я и говорю, они не крестят. На патриарха напали, я везде заступаюсь. Он не виноват. А католичным уже давно. Как крестят? Хрещения-то никакого нет. Кто кого хулит-то? Похулили, отвергли собор. Эпитимии нигде нету. Хулители-то, которые их благословляют. Все перевернулось. Как пишет Дианисий Александрийский, святой. И он говорит, состояние народа такое. Во времена Киприяна Карфагенского. Что православных считали еретиками. А еретиков православными. В воскресенье из мертвых вообще не верят архиереи. В те времена было. Дальше. Настоящее покаяние Игнатию Лапкину неведомо. Вот он не знает ни покаяния, ничего в моей жизни. Неведомо. То есть, это суд. Это не суд. Я же не судите, брата моего. Это невозможно истребить из человека. Почему? Система. Система Сталинско-Беревской патриархии. Вот корень надо копнуть. Корень. И что-то делать должен в Синод, Патриархия. Как-то отрезать это. Я не знаю, что. Но необходимо это сделать. А почему? А вот оно идет. Что-то род или от рода. Следы или наследили. Вы разберитесь с этим. Я-то разбираю только готовое. Но ничего еще могу сказать. Но то, что вызывает вот это. Руслан Покровский пишет. Значит, у Игнатий есть совесть? Мы с ним переписывались. Он под другими именами разные ники делал. Я убедил его. Сделай свое. Я ни с кем не знаю, если я хожу в храм, нет. То есть, он один дома сидит, один кипит. И вдруг тема. Игнатий. То есть, больше ничего. Ни Христа, ни суда Божия, ни грехов. Они ничего не знают. Это ни гордыня, ни прелесть. И это насаждено в них умышленно патриархийной системой. Она вся на осуждение. На измене, предательстве, трусости, корысть. И следующее. Отвечает Свят Христов. Возможно, что внутри что-то шевельнулось, а раз храм пришел на прощенное воскресенье. То есть, как судят по косточкам. Как Давид говорит, до внутренней жизни расследует. Вначале в Псалмах написано, говорит, враги мои говорят, нет ему спасения в Боге. То есть, они уже решают. Ну, это самое приближенное у Святой Троицы. Они с неба смотрят и понимают. Вот кто будет смотреть ролик, посмотрите. Выйдите на них и поговорите. Вы безбожники совершенно. Верующий этого не может говорить. Теперь посмотрите, что в этом ролике они нашли. Вот темно было, но подсветку маленько дали, видно. Вот посмотрите. Вон митрополит стоит. Вот я подхожу. Давай. Добавь. Ну, не видно, что. Теперь благословляет. А музыку-то какую напустили. Это они все делают. То воробья, голубь. Или голубя там едят что-то. И дальше. Дальше я иду. Все. Митрополит рядом. Приезжает по Теряевку. Просит меня. Просит во время службы. Я подхожу вон ко кресту. А он говорит. Игнатий, скажите проповедь. А улыбка с лица не сходит. Это нет. Они на него нападают вначале. То есть, без мер, ничего нет. Он на своем месте стоит. Он получил митрополита, минуя архиепископа. Это настоящий священник был. А сейчас ставят, который никакого опыта нет. Уже в епископах. А он всю жизнь священником был. Да еще неизвестно. Я даже не знаю. Где-то не в больших городах был. У него опыт общения с паства есть. И дальше прищищает. Сам прищищает. Я у него прищищаюсь. Это ничего не значит. Злоба отнимает разум. И таких ни один, ни два. Это что означает? То есть, великая милость мне оказана через это. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда в небесах. Когда будут поносить вас, имя ваше как не угодно. И они сидят, решают. То есть, тройка ЧК решает кого. 58-я статья. И они решают куда. То есть, это оттуда перешло. Сталинско-Беревское. Патриархию называли всегда пятый отдел КГБ. И это ее последователи. Главное, чаще прищищайся. Бабка с сумками бежит. Это мне говорит священник. Ох, церковь тут. Она с сумками, прямо с сумками на руке с базара. И тут уже ее накрывает. А уже прищищаются. Уже некогда, ничего нет. Ничего она не говорит. Он ее перекрестил. Дальше прищищайся. Это церковь. Церкви-то никакой нет уже тогда. Если на это все смотреть-то. А я признаю ее благодатность. Это первый день. Сегодня второй день. Сегодня уже 15-й у нас. Вот я иду тут. Сказали. Их не видно. Фотографии выставлены. А откуда звук-то появился? То есть они знают, что еще сделать. Видите, похоронный. Похоронный марш. Тянет труба. Откуда это? Чего? Это не похоронный, покаянный. Как бы такое. Не знаю. Не знаю. Подошел, тот сказал. Говорит, там глаза светят. Ну, дальше видно, что я прохожу. Сколько священников есть. Вот, посмотрите, маленький. Дальше. Не судите, но не судите. Никакие молитвы не помогают. Почему? Часто причащаются. Без всех и не исповеди, без всего. Вообще исповеди нет. Махнул рукой, идите все. А я об этом говорю. Он поносит священцу. Зачем поносить-то? Когда Павел собрал пресвятерок и говорит, из вас, говорит, вас станут люди, говорящие привратно. Лютые волки, нещадящие стадо. Будут говорить привратно и цель увлечь за собой. Я привел в местоописание. Деяние 20 глава, 29 стих. А я не хочу, чтобы такие были. Вот она. Тут уже на выходе. Опять подсветку дали. Вот. Вот сейчас покажу одного из человека. Посмотрите, вот здесь вот. Там дьякон стоит. Она ему руку тоже целует заодно. Она не знает. Вот это дьякон стоит. Не забыл, как звать-то. Приехал по Теряевку. И он подходит ко мне веселый, радостный. А вы в твере занятия в высшее авиационное училище, а я был курсантом. Это оттуда. Это плоды оттуда идут. А я вот теперь стал вот тут, теперь это и прочее. Это вот он стоит. Даже в такой день, в таком месте, я иду и встречаю людей, которых Господь привел через то, что вел занятия, проповедовал. Вот я иду, а они судят. Со спины судят, все осознают. Я просто кланяюсь, и все, никакого просить прощения. Я их не знаю никому. Показываю признание. Крест поцеловал, иду дальше. Они знают кого-то прощать? Нет, конечно. Это старейший собор. Это уже около стая. Десяти лет ему примерно. Вот посмотрел. Дальше. Что-то непристойно вел или чего-то нет. Теперь что? Три поклона. Три поклона тоже уже обсуждают. Не надо три поклона делать. А какая молитва, почему не сказал? То есть взять нечего. Прошел, вышел, не произношел ни слова. Правда, архиерей спросил митрополита. Ну, как дела-то? Я говорю, да слава Богу-то. Ну, что ж. Ну, наверное, на подвиги Великий пост наступал. А сам улыбается, улыбка с лица не сходит. Вы примерьте к себе. У вас было ли такое? Вот так вышел. Все. Здесь я ходил, может быть, лет 30 в этот храм. Показывал храм какой хороший. Еще на улице эта мелодия? На улице ничего не было. Это сами подставили. Ну, и дальше. Вот я стою, дальше отхожу, возвращаюсь. Тут мне показалось в конце, они оторвали и переменили местами кадры. Но это уже никакого значения не имеет. Вот и все. Посмотрите. Зов совести. Прощенное воскресенье. А, нет, Зов совести. Прощенное воскресенье. Зов совести это неплохо. Ну, а дальше это что начинается? То есть, бессовестно, нагло, хамье. Не смотрят ни на опыт жизни, кто перед ними, ни на возраст, ничего. То есть, законченные хамы. Абсолютные. Это не мое определение. Хам всегда младше на старше. Старший к младшему не может хамить. Не может. Хам молодой. Он на ноя его лгал. Нашли меня голым. Я лежал пьяный. Или сидеть. А ничего нету. Нету ничего. Где-то они были, что-то испытали, подтвердили веру своими делами. Нет. Ничего нету. Но они ходят в храм и часто причащаются. Вот этот Руслан. Я говорю, у тебя имя-то Руслан. Ты не крещеный? У меня Рустик. Рустик. Я говорю, ну, чего ж ты не называешься своим именем? У нас вот он был Эдуард. Немец. Вот он был. Есть он сейчас здесь. Ну, крестили. Он Севастьян избрал. Его даже Эдуард никто и не знает. Может быть, кто-то там близкий только Севастьяна. Везде Севастьяна. Причащается Севастьян. Вот и все. Дальше. Вот этого еще раз посмотрите. Саварбек Алмазов. Так это или не так? Вот. Ну и что еще? Во свете Библии. Это наш сайт. Это надо посмотреть. Все, что здесь есть. Вот вопросы, ответы, проповеди. Для слова Божия нет. Уз. Это книга, как бы, срез истории. Фактически из одних документов. Как я был в вузах. Какие газеты писали, фильмы. Это второе издание вышло. Новый завет с толкованием. Вместе с откровением. Впервые за 2000 лет вышел такой труд. Там 240 иллюстраций. Лучший иллюстратор Гюстав Доре. 230 его им. Так, звук, видео, фильмы. Все наши книги. 38. Это 43 книги, наверное, которые. Из 38 только в бумажном варианте. Здесь посмотреть надо. Ну, а это наш православный видеоканал. Посмотрите, как он называется. По-русски зарядите в Ютубе и уже найдете. А вот здесь есть главное. Когда нажать на главное, тогда здесь еще и вот идут жития святых. Мною были насчитаны. А я их выставляю и здесь они тоже идут. Вот. На этом. На нашем. В моем мире странице. Переносятся сюда. Вот я не знаю, сколько человек. 80. Сколько заходишь. Это каждый день. Они и те же или нет. Но здесь уже все были. Ну, на этом все. Показывать буду мало. У нас другие будут ролики отдельно от этого. То есть поступают очень много. Там просят прощения, чтобы попал. А вот и никакого значения не имеет. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.